Икспу получать. Икспу получать хорошо. Надо какого-то героя, который сможет фармить. Сейчас важно на линии добивать крипов. Тайтхантер частенько может фармить. Прогнать его трудно. Особенно с третьим, пятым уровнем. Его еще и труднее пробить. Но я не уверен, что будут играть на Тайтхантере. Ликвид. Где личи, я не понял. Все. Убила личами этой. Убила. Придавила. Это брюмастер. Как вариант. Хороший вариант. Хороший вариант. Можно будет юл там, стампить. Все это останавливать. Врываться. Опять же, сайленсов здесь контроля не так много. Может ворваться, развалиться. Ну что, имморталс, 40 секунд. Сейчас желательно добрать какой-то сайленс, стан лишний. Чем-то инициировать в этого брю и не давать ему нажать кнопку. Ну это сложно. Так, ну смотрим, что добирает имморталс. Фантом лансер. Не совсем инициатива. Довольно привычный для них пик, кстати, этот фантом лансер. Довольно часто они его брали. И в прошлом патче. Ну не знаю, сложно сказать, у кого пик веселее. Да, действительно сложно. Сейчас посмотрим, как корейцы будут чувствовать себя в этом новом патче. Liquid, как по мне, очень опытные игроки. Такие должны к таким вещам быстро привыкать, изучать. Я думаю, у них хороший аналитический состав есть, который помог выявить сильные и слабые стороны этого патча. Да, ну мы уже говорили не один раз, что, собственно, тренер команды Liquid, это бывший игрок команды MVP Phoenix, King, кореец, который играет сейчас против своих друзей, своих соотечественников из Immortals ныне. Ну вообще, противостояние Liquid и Immortals, как двух организаций, оно у нас в Dota новое. Но на самом деле это старое противостояние и американских организаций, которые очень сильно воюют на других поприщах. И в CSGO, и в Hearthstone, и в League of Legends и так далее. Есть у них райвалри такое себе американское, скажем так. Погнали! Почему? У всех на аватарках Куру, кроме Куру. Ну это весело. У Куру по-прежнему тот парень с аниме с Интернешнл, ну а у всех остальных Куру это веселее. Так, Фэб играет на Никсе, Кьюл на Фантом Лансере, импийный Мирани Форев на Кентаври и Дубу на Дизрапторе у Меттлс. Да, ну и Liquid Miracle будет играть на Джаггернауте, Майнд Контрол, Брюмастер, Куру, Бэйн, GH на Рубике и Матумба Мэн в Вайпер. Ну вот убрали эти телепорты, все настолько медленнее как-то стало, все бегут, пешочками, тропясь. Да нормально, нормально все. Мы знаем, как телепорт убрать вообще полностью, уже сегодня нам КП показывал. Да, надо достаточно просто дисконнектнуться. Просто дисконнектнуться из игры и у тебя просто пропадает телепорт. Дубу сейчас палит всю движуку, да, Дубу спали и его не цепанут. Его не цепанут, куру не хватит рейнджей. Не должно хватить рейнджей. Не-не-не, все, отгонят. Ну и теперь достанется по две баунти-руны без всяких фрагов. Иммортал заберут все на топе. Ну мне интересно, как будут делать сейчас мидеры в первую очередь. То есть увидим ли мы то, что обычно. То есть когда берется баунти-руна, и тут же делается телепорт на Таверсвад для того, чтобы стопить крипов. Или же будет саппорт стопить? Саппорт скорее всего стопит. Ну тратить ТП. А че бы нет. Ну вот интересно. Так, небольшой пролаг. Ну бывает. Дота 2, 7 на 7. Так вот MP забирает рону и... И ничего не делают пока. Давай-давай, забирай руну. Нет, пешком идет. А ты ТП-шится, ТП-шится. Один и второй мидер ТП-шится. И Матумба Мэн там стопшился на вайпере, который в миде будет стоять. И Мирана стопшилась вот. Для того, чтобы по стопить крипов. Пешком ты не успеваешь. Более детально, почему не успеваешь, куда успеваешь, что будешь делать. Вы можете посмотреть видео Энессы, которое вышло вчера. Вчера про... Собственно, про новую территорию, про новые шрайны, про новые руны. На канале Дота 2 Юниверса TrueHub. Сегодня выйдет еще одно видео от Энессы про новые шмотки. Про новый артефакт. Джейдж, курьерчик, а он... Нет, нет, нет. Он его просто не заметил. У него же Вижена здесь нет. Нет, Вижена. Он на чуйке. Он на чуйке думал увидит, когда курьер подойдет к МП вот сюда, и тогда он выбежит. Но не тут-то было. Ну что, Матумба будет в миде, конечно, страдать, если сюда будет бегать постоянно Дизраптор. А сейчас выход от Джейджа на МП. И это не весело. Она тут Мирка уже избивает. Ну, у него Фьюри есть. Он идет отсюда, если что. Фласку придется сейчас тратить. Очень много хитпоинтов потерял. Но тут помощь нужна. Очень нужна помощь, потому что будут днайть крипов и просядет. Да, действительно, на линии будет предоставить постоянно. И что самое главное по экспертам. Смотри, как МП там отумбомен отгоняет. Очень серьезно отгоняет. МП без липа. Надо быть ему поосторожнее. Можно как-то и загулять случайно. Второй левел взялся. Делать сейчас будет попроще. А снизу Форево. Тут также гоняет майн-контрол. Но мы понимаем, что здесь еще непонятно, кто кого бить будет на линии. Тут скорее, наверное, все-таки майн-контрол. А Форево будет гонять, пока Кура не будет выходить сюда. Кура пока делает пулы в лес. Ну и Форево будет пытаться демить. Форево. Там брейнсап есть. Так что Кура непрочь, наверное, разменяться по хитпоинтам. Если нужно установить. Джейдж. Много урона на получал, но... Помог, выживитесь. Прибежал в Мираклу помогать. Так себе помощь. Такая себе помощь. Впитал ману соперника, скажем так. Оно отрекинется. Надо будет, конечно, потому что можно и встрять. Что ты? Миракл здесь ничего не за ласт хитил. Замахивался. Миракл два крипа. Неплохо. На второй минуте. Душит. Душит Миракл. Баунтирунка. Феби может забрать еще и свою за контроль. Это, конечно, подарок для саппортов. Так все близко. Далеко не надо ходить. Ты забрал две баунтируны. Второй с половиной уровень. Это вообще замечательно. Так, ну, Джаш тут пытается что-то делать с Феби. Но у Феби есть тапок. У Джаши тапка нет. И поэтому медленно-медленно он сюда ковыляет. А у него есть Миндлейс. Хоть какой-то мувспид есть. Поэтому не зацепил его Феби. Ну, с Диксом нет смысла здесь хитаться. Ой-ой-ой. Проблема у Фарева, кстати. А Кура побежал в мид. Кура побежал в мид помогать. Он понял, что Майн Контрол здесь, в принципе, с Фаревом справится сам. На топе. Миракл. Больный и неприятный ему. Ну, залетел Фейтболт один. Ну, и не нападает дальше. И Морталз понимаешь, что это немножко бессмысленно. Кура, ты что делаешь? Кура. Ну, просто уйдет отсюда. Кстати, там три липа. Можно преследовать Кура. А Роу мимо. И Кура уходит отсюда. Ну, вот, конечно, эти липы на потме. Пусть и короче расстояние, но... Что, нормальная тема? Тут дарят тебе возможность запрыгнуть и выпрыгнуть. Ой, можно-можно-можно-цепануть сейчас MP. Надо, чтобы он чуть-чуть спустился на лоу-граунд. Смотрим. Не ошибается. На топе Миракл. Ну, вот он Ферстблот. Вот он Ферстблот. Миракл Майнсид. Все еще. Ну, один удар осталось ему сделать. Он отпевается флаской. Уже не один удар. Уже несколько. Миракл в леса. Пытается Майнсид. Но никуда ты отсюда не уйдешь. Киоу зарабатывает Ферстблот на Миракле. Вот опять оставили одного. Тут же воспользовались этой ситуацией Морталз. А Роу забирает ранжового крипа. Фармит MP. Очень мало хитпоинтов. Ему срочно нужен Курьер сюда, чтобы восстановиться. Потому что до Шрайнов еще целая минута с лишним. И выходить на линию с такими хитпоинтами против Вайпера никак не хочется. Да? И вот гоняют. Бежит домой вообще, потому что нечего делать. Надо быстро-быстро порегениться. Страдает, конечно, в самом начале. Но мы видим, что по Крепстату особо не отстает. 17-17-16-4. Все ровненько. Ну вот единственный минус, наверное, для Имморталз это то, что очень хорошо фармит Майнконтрол. А пошел Никс еще за двумя рунами. Да он так быстро получит шестой. Баунти руны, бегай, собирай, радуйся жизни. Никто тебе не мешает. Еще и Хас сейчас заберет. Три руны заберет еще за 15 секунд. Фэбби. Баунти, баунти, хейст и нормально. Третий с половиной уровень. Может быть, Курьера попробовать? Нет. Нет, он не убьет, он Курьера. Там же теперь еще инвул добавили. Ну да. Вернули. Стрела. Матумбу на пятый левел вряд ли убьют. Очень жирный. Медленно стреляет MP из-за коррозии скина. Так, Фьюрия дубу погиб. А Кьюо, у Кьюо проблемы. Куро пытается жить. Кьюо маны у него нет. Еще получает фейтболт на развороте. Джаш с Мираклом неплохо так надавали Кьюо. Но в итоге только один фраг был сделан здесь. Забрал его Куро. Ну и этого, я думаю, уже достаточно. Не так нагло будут играть Имморталз на топ-линии. Там немного подсобили Мираклу. А то он тут потерялся с фармом. Увидим 14 крипов, в то время как у Фантом Лансера имеется 27. Это двукратное преимущество у Кьюо. Дубу. Дубу надо поосторожнее быть, потому что он сейчас погибает вообще без шансов, если цепляется в него Миракл. Если Миракл обходит его, просто добирается в Блейд Фьюри. Там дальше действительно не жилец, конечно, этот Дизраптор. Ничего он не может Мираклу сделать. Никак от себя отогнать он его не может. Поэтому стоять нужно за Тиммайтом. Ух ты, что творит тут Ваня? Тут фареф еле живой. У него есть ПТшечка, у него есть стики, у него есть манга у Брюмастера. Поэтому он в любой момент может ворваться. Есть шестой уровень. Все, вообще подходить кентавру нельзя. Потому что пойдут булыжники Юл, и он отсюда не уйдет. Ты видел талант у Брюмастера на 25-м? На кулдаун. Да, я помню, мы обсуждали то, что с Актарином и со всякой гадостью, с Аркейн Рунойкой, это можно просто... Да, просто вечно в ультимейте быть. Если у тебя Актарин, то со 100 секунд у тебя стоит 75, и то есть 10 секунд у тебя кулдаун на ультимейте. 10 секунд. Великолепно. Ну это что-то слишком жестко. Чего? 10 секунд кулдаун на ультимейте норм. Ультанул, побегал где-то там в Шедоу Блейде, чтобы тебя не видели. Опять ультанул, побегал, опять ультанул. Так, выход, 4F, его не зацепить. Здесь он ушел. Нет стампида, нет стампида, надо гнать его. Он там лансер ставит паузу. Вот то, что нет стампида пока у 4F, это огромный шанс для Liquid пойти и сейчас сделать вот этот open frag фактически, потому что вряд ли кто-то сюда будет лететь. И посмотрим, пойдет ли майн-контрол, будет ли он ультить. Крипы мешают, знает, знает, где-то здесь. TP-out, и нет, там так это не работает, и 4F погибает. Ну, к тому же, никто не потратил ничего серьезного. Хороший выход от GH. Попушить надо, майн-контрол уже седьмой уровень получил. Тыщенка остается до даггера. Хорошая, это может появиться на ранней стадии. Все-таки он много демор может. Опа! И минус майн-контрол. От MP? От телекинез? Нет. Здесь телекинез? Стих, у тебя есть, да ладно, лип. Лип, 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 лип. А там юлун поймает. Так, все нормально. Нет, не поймает, поймает потом, как улетит. Не забываем, что липы сейчас не такие. Так, ждет, слушай, он ждет, он ждет, он ждет. Он уверен, что MP будет его добивать. Вот он MP. Стрела! Ваня, отлично! Ловит спиной! Что ты творишь, MP? MP хорош, MP хорош. Ну это совсем жестко было. Да. Это просто вот так бежал, все просчитал, все четенько. Секундочка в секундочку. Я красавчик, великолепная стрела. Не дал майн-контролу совсем нагло играть Фебе. Но Фебе тут умирает. Ты должен играть Фебе. Хотя, да, да, да. Ничего не светит. И минус Фебе. Что-то странно. Вышло прям так. Так, раскачка у Матумбы 3-1-2. Ну, сейчас, наверное, токсин нужно качать. Штука полезная. И потом, может быть, еще полезнее. На самом деле. Сейчас, напомним, это активный спелл. В отличие от прошлого вайпера. Теперь у вайпера не одна кнопка, а две. У него всегда было две. Ну ладно, три теперь. Ну так, раз, вайперстрайк, два, три. Это уже почти максимум, сколько можно выдвинуть. Да это вообще теперь самый сложный герой в доте. Это сложный герой, я же говорю. Сложнее инвокера в разы, вы что? Уро. Аркейн Руна. Аккуратнее надо быть. Ну, главное, что забрал ее уникса. Да, по майне ничего не стоит. 60 маны, 99 маны. 99,9 надо было. Эльдорадо, слип. Фореф. Клэпчик сейчас будет по форефу. Нет, просто отогнал майн-контрол. Спокойно побьет крипов. И потом со своей пачкой крипов пойдет толкать дальше тавр. Главное, чтобы тут никого не подсмели. Подлакивает у нас дота. Простите, это бывает такое иногда. Там, там, Т1 должна падать на ботами. Крипы подошли. Полвышки уже нет. Очень здорово в зоне здесь брюмастер. Забирая весь экспириенс и ласт хития каждого крипа. Рубик уже пятого уровня. Фореф подошел. Ну ты куда, друг? Клэп. Но у него есть там пид, поэтому вряд ли его убьют. Хотя телекинез будет ли? Не, не будет. Но его опять прогоняют отсюда. Там же сейчас клэп будет. Ой, еще отменился ТП. Что делает Фореф? Можно вопрос? Он сейчас на статеге пытается уйти. Но он ТП-то уже потратил. Да, и сейчас его Джи Аш просто загоняет с майн-контролом. Знает, знает, где он. Видит его, прекрасно понимает. Феби здесь. Но тут ничего не сделает. Так, Феби. Красавчик. Да ладно, Феби. Ты понимаешь, что он откинул его телекинезом подальше от своего брюмастера? Это косяк настолько крупный. Да, Джи Аш ошибается, конечно, очень серьезно. И как же так глупо получилось. Миракл. Жизнь, стики. Он не слышит, что нет. Чуть-чуть остается до уровня. Прожимается Фьюри. Физ-атаки может и не хватить. Куру пытается найти настоящего Кио. Уже кастует ТП-аут. Найти. Джи Аш ошибся. Причем очень сильно. Ему просто надо было либо дать тычку, либо подкинуть брюмастеров. Да, да, да. Это могло закончиться один в один разменом. Закончилось ноль в два. Очень неприятный момент. Ну, что поделать. А вот так вот мы видим. Работает новый спелл Вайпера. Поплевывает по территории. Девятый левел Вайпера. Очень интересно, какие он потом будет выбирать таланты. Там на 50 левеле еще там неинтересно. А вот потом очень интересно, как Матумба Мэн будет качать своего героя. А теперь многое зависит. Мы видим, там вот есть интересный на 20-м, на 21-м выбор. Пойзан атак по зданиям, либо 100 ДПС в свайпер страйка. Ну и на 25-м там тоже классная вещь. Нейротоксин, который дает сайленс. Мой жирокал. Пока он не особо боится иллюзии. Он даже не тратит ничего. Что, они плодятся быстро. Он им тоже ничего не делает. 5 золота, получать по КД копье. Так хитпоинты закончатся. Фореф, булыжник. А Вижен будет? Он сгорит просто. Он просто сгорит. Да ладно. Это кентавр, у которого рейндропы, транквилы, стики. А Вижена опять нет. Чемпионы мира. Вижена не носят. Ну зачем? Зачем это нужно на самом деле? Согласен. Ты играешь против Мирана. Мы уже второй раз видим за две недели такую ситуацию, когда делают Ликвиды какую-то атаку, и нет у них Вижена против Мирана. Да ладно. На Интернешнле будет покупать. Мы это уже во время ESL. Гамбург говорили, что сейчас турнир не того уровня. Не того уровня. Эти все миноры, мажоры. Так, тут глимсанули. Культает отсюда Вайпер. Кьюа, Миракл. На Омни слэш не хватает. Стики не заряжены. Вот сейчас хватает. Нужно Вижен получить. Но опять же страшно, что он провязывает Допельганг. И очень быстрый. Вот он. Тут же Дубу. Ну ладно, заберут Дубу, но размен будет на Джаша как минимум. Дубу. Дубу погибает. На двоих уже размен. Миракл остается один против троих. Миракл пытается сделать паунд. И хватит у него здоровья. Минус три. И Мортал пока переигрывает Ликвид. Почему они бежали за Фантом Ланс? Я не знаю. Какой расчет был догнать парня с Травелами? Я не знаю. У которого есть Допельганг и так далее. То есть я не понимаю пока действия Ликвид. Я тоже не понял. Попадает в какой-то кураж. Фореф, майн-контрол, да Клэп еще две секунды и стики. Ну а так, стики и Клэп. Бум. А там рейн-дропы. Пивко, стампит. Ну нормально, развел на стики. Отличный развод. Развел на стики. Ну сам при этом. Стампит всегда важно. Стампит потратил. Ну да, да, да. Это минус, это минус. Ладно, равноценный размен. Окей. Стики на стампит. Так уж и быть. Уговорил. Хорошо. Да. Поддался уговор. Так, Курокай. Курокай левел 6. И 1-1-1. У него пока стата. Видели мы уже несколько удачных, несколько не совсем удачных выходов. МП в миде тут страдает. От Вайпера есть еще ТП. Матумба. Поплевал по Фореву. Тут же Джиаши и Кура в спину будет заходить. Стрела мимо. Вайпер. МП должен погибнуть здесь. МП пытается что-то сделать. Лип. Кура не срезает там МП? Хорошая стрела от Джейша. Погибает в итоге Патма. Форев. Пошел слип. Есть брейнсап. Кура просто разобрался. Кура ультимейт в КД. У него еще 10 стиков есть. Все нормально. Он в сайлент зашел. Надо бы выйти из него. Выбежал он из сайлента. Джиаши погибает. Кура. Скоро будет ультимейт. Очень скоро будет ультимейт. Брюмастер рядом. Надо цепануть. Надо цепануть. Кура хорошо его глимсанули. Дубу убьют. Дубу убьют. Да. Дубу тут не уйдет. Кура продолжает. А там Юл. Пошел на Фантом Ланс. Нет смысла. Нет смысла. Далеко все. Нечем. Нечем. Ну ты знаешь сделали 3 хороших фрага. Зачем дальше искать. Заработали денежек. Можно снести Т1. Вайпер 12 уровня уже. Все замечательно. Бэйн ты видишь даже без кого-то демеджа и так далее. Бэйн просто очень крутой герой. Забыли что и до патча, да, и в 7.06 он был в частности на том же ESL Гамбурге чуть ли не самым полезным и популярным саппортом пятой позиции. Вот пожалуйста. В 7.07 его сделали еще лучше. Почему бы нет. Леха наверное рад. Леха рад. Ну то что думает Леха по поводу патча вы тоже скоро узнаете. Так MP. Ай не успел Куру. Там вообще финсгрип есть. Если бы Куру дотянулся. Вот он пытался. Он пытался. Фраг 4RF в виде джейджа. Пошел стампит. 4RF. Глимс назад. Вижн появился. Что он украл? Он украл стампит. А нажимать не стал. Он не успел. Мог бы кстати нажать это в глимсе прям и попробовать. Уйти в другую сторону просто. Ну да. Он как бы не получал бы дэмэджи так много и нормально все было бы. Ну ладно. Миркл на топе. Она разгоняет иллюзии. Дефит свой тавер Миркл. Тут Арау пролетел. Дает инфу сразу же Миркл о том, что здесь 2 героя, 2 кора. Страшно. MP пойдет его искать. Но Миркл уже фуловый. Почти и тавер падает. Глиф будет? Нет, Глиф не будет. У нас драка какая-то будет Фэби. Отравили. Пытается уйти. Еще буквально одна тычка. Ай, как больно Фэби. Выживет, выживет. Ара таксином не попадает. Такая лужа таксичная. Вайпером теперь нужно попадать. Турки. Блин. Многими героями в доте нужно попадать. Это вот. А вайпером не надо было. Теперь надо. Вот. Не прикольно. Миркл делает топе отсюда подальше. Просто по Крепскипл по факту. И на линии продолжает формить. MP. Фэйзы. Дефуза он делает дальше. Новые дефуза наполнены. Дефуза, которые не имеют заряда. Дефуза, у которых есть кулдаун. Которые только словят на 4 секунды. Куру рядом. Есть Финцгрипп. Вот это вот что-то Матумба слишком нагло. Пошел Брэнксап. Матумба погибнет. Там сейчас брила влетела в него. Там вообще все. И Кура тут тоже умрет. Кура тоже умрет. Да, и Кура тоже разваливается. А куда за что? Майн-контрол решил один за всех подраться. Форева может забрать теоретически. Да, Форева он забрал. MP там стоял долго в слипе. Но Майн-контрол одного забрал. Теперь бы самому убежать. Хотя рядом Джаш. Нет, нет. Больше тут никого не будет. Подтянулся. Джаггернаут. Джейдж. Подкоп. И минус Джейдж. Вот так вот. И теперь Майн-контрол. Майн-контрол. Майн-контрол забежал в спину. Пытается забрать дубу. Потратил на него ультимейт. Майн-контрол погибает. Это минус 4. Ультра килл от Фантом Лансера. Ну и Миракла. Если загонят, будет конечно очень весело. Я думаю, не стоит его гнать. Можно просто забрать Т1. Зачем гнаться за ним? Денег заработали. Файт явно в пользу Иммортал. Ультра килл от Фантом Лансера. То есть он сразу там себе Тараску начал вырисовывать. Блин, какая-то нон-стоп драка у нас происходит на самом деле. 22 фрага за 16 минут. Кио. Подняли его. Матумба. Плевать в Кио. Пошел Теппельгангер. Стрела пролетела. Такая защитная. Успели за и выйдеть. Матумба сейчас может без манны просто остаться. Там куча иллюзий. Там уже диффуза? Там уже диффуза, да. Там уже и тысяча сверху после диффузов. Он очень хочет Тарасочку. Слушай, Фантом Лансер будет очень неприятным. Тут, по-моему, все будут неприятными. Смотрю, вот Кентавру дали. Фрифарм. Стоит спокойно. Уже, блин, готов. И 11 уровень есть. Да, ты знаешь, ПЛ, который будет спиливать всю манну условному Брюмастеру, это огромная проблема. Могут быть у Ликвид и в драках траблы. Ну, 2000 они в какой-то момент вели. Это максимальное преимущество, которое было у одной из команд. Он на этой карте. О, он в Тараску сразу идет. Тарасочка хороший выбор. Почему бы и нет? Так, Миракл. Зацепить бы его смог. Пропадает. Увидели, увидели. И Гримс накрыть. Ай, стрела. Ну, вот так. Все. Миракл погибаетесь. Обидно. И Т2 забрать. Слушай, а корейцы-то сейчас перевернули игру в свою пользу довольно серьезно. И пойдут сейчас активно нападать. Так, ну что, кьё. Т2. Спокойно заберут Т2 здесь. Никто не помешает. Единственное, что им сплейт пушат. Ботом. Неплохо бы защититься как-то. Но Матомба мы видим здесь. И в одиночку справляется неплохо. Его страхуют, правда, за спиной тиммейты. Но показываться не хотят. Падает Т2. Можно пойти на Т3. И стянуть сюда Ликвид. Потому что они только полвышки тут уронили. Подходит еще Майн Контрол. Ну и все. Сейчас придется кастовать ТП, наверное, на базу. Слушай, первый полетел Бубу уже в Дефенс. Но здесь-то Т3 просядет довольно серьезно. Форев, запрыгнул. Джаш сейчас умрет. Стан. Нет, Джаш успел уйти до Бельгангера. Здесь же Майн Контрол. Форев огромные проблемы. Форев здесь погибает. Гнать дальше Кио-Кио надо. Надо, надо гнать. Несмотря на то, что он там убегает со скоростью света. Но контролит. Контролит его приблизительно. Где-то он здесь. Но не знает, где точно. Уже травла откатились. Можно улетать. Хотя зацепили по Тму. Будет ли Булыжник или Финс Гриб. Хоть что-нибудь приземляется. Есть Булыжник. Будет ли Вижн. Да, есть Финс Гриб. МП зацепили. МП здесь убьют. Ну, минус 2 неприятные, конечно. Потому что Т3 не забрали. Потеряли двух Куоров. Это очень, очень некруто. Кио. Кио, поосторожнее. Надо быть Миракл. Миракл провожает его. Так. Ну, вот и развел на ультимейт. Тоже хорошо. Феби рядом ничего не сделает. Тоже очень неплохо. Нервничает корейца. Видно, заметно, что чуть-чуть им не хватает. Ай, не достала просветка до Феби. Появляется возможность просто подфармить Кио. Ура. Слип. Дай ему пороплю. Да. Не буду ее убить. Подумал, что проснется еще. Внезапно проснется. Да, навалит. Есть Ривер. Ой-ой-ой. С иллюзиями будет очень сложно справляться, на самом деле. Который появится Тараско. Да и с самым героем до сих пор не смогли справиться. 7-0-1 у Киоу. Дальше будет еще хуже. Блин, как же классно ты заиграл Кио в этой команде. Насколько плохо у него получилось во Фнатиках, да? В эру до 7-го Интернешнл. Играл как посредственный какой-то парень просто из Азии. А сейчас вот прям... Вот эти вышка Дубу рядом. Если что, можно глицануть. Утимаи-то нет. Да, статик шторма нет. Так. Джиаш поднял его Фэби. Джиаш должен умирать. Успеет ли что-то еще сделать? Нет, ничего не успел сделать Джиаш. Матумба-мен остается здесь в драке. Матумба бьет MP. Как же Джиаш так классно все сделал. Джиаш в итоге поймал еще абсолютно всех на карапе. С ним с вами выиграл огромное количество времени. Киоу едва живой. Надо еще тычку ему. Киоу погибает. Матумба-мен сделал этот фраг. Это Викит Сик был потерян. Ну и размен 3 в 1. Два Кора и Никс на одного Рубика, который вот эти последние на супер лоу-кп ворованные карапейс, конечно, завязал просто на полную. Ну что-то совсем плохо подрались здесь. Я не знаю, почему Миркл... Ну Миркл там не понадобился. Они и так справились. Да, да. И Морталсом что-то не хватило. Статик Шторма, скорее всего, не хватило. Да, не хватило Статик Шторма. Сейчас придется дефить как-то здание, потому что здание просядет очень серьезно. А есть еще Глиф. Должен быть Глиф, по крайней мере. Или нет Глиф. Там еще 17 секунд, слушай. Слушай, это серьезно. То есть Глифом сторона, скорее всего, упадет. Бежит, бежит сюда издалека Кентавр. Так. Смотрим дальше Бараки. Пошел Майн Контрол. Менеджмент развлечений должен быть от него, пока команда пушит Барак. Прыжок Форева на Куру. Куру жирный довольно. Не так легко все сделать. Накрывает ультимейтом Куру. Ну Куру можно отдать. Он не против. Барак упал. И надо главное уйти Майн Контролу отсюда. Нет, Майн Контрол остается здесь навсегда. К сожалению. Блин. Тайгер. Плимс. И все. Очень здорово скомбинили. Ну, в любом случае, это минус Барак. Минус на три, минус Бараки, пять. Это все без Миракла. Да, Миракл в это время занимался фармом и пушем. Четырнадцатый уровень. Да, тут тысячонку заработали ребята из Иммортал на этой драке. Ну блин, потеряли намного больше. Как ты задеф? Это пульт. Ну вот так вот. Вот летят много людей и тапают. Миракл все. Спасибо, наберете, ребята. Я по делам ускакал. Знаете, вам 75 голды в виде моего котейки. Бонус. Бонус. Молодцы. Ликвид очень четко использовали свою возможность. Исправился Джейдж за свой фейл в начале игры. Вовремя круто все сделал. Втанковал дэмэдж. Вовремя врубил карапейс. Понятное дело, что переключил нулфилд, когда нападали на них. Кстати, нулфилд у него какого левела сейчас? У Рубика. Первого. Первого. Ну, такое. Все равно свое он дает, конечно. Ну, пока немного апнется. Акматумба. Пошел доппельганг. Киос спрятался. Иллюзии слишком быстро погибают от Матумбы. Стан хороший. Джаш может умереть. Джаш. Джаш заслипал его Куро. Куро. Живет. Джаш. Джаш еще и блинкануться успел, но он все равно погиб от Старшторма. Куро еще живет, только сейчас погибает. Ну и, наверное, надо отбежать отсюда игрокам Ликвид, потому что будут ловить всех остальных. Так и есть. Матумбу тоже поймали. Матумба дерется с Фаревом до конца. Фарев. Ну вот, красиво, классно, продумано. Вайн-катрол ворвался в драку. У него маны нет на ультимейте, куда он не был. В кд ультимейте. А что он сделал? Просто двоих убил и умер? Ну, двоих убил и умер. А почему нет? Это нормально. Разменялся на двоих. Правда, Кёп подарили очередной триплкил. У него уже ультра был. Патов Юрию. Какие-то такие странные мувы делают, ребята, если честно. Так а чего? Ну, размены на двоих — это неплохо. Ультимейте у тебя в кд, ты ничего не потратил. Запрыгнул, убил двоих, через 40 секунд треснешься. Не знаю. Мне кажется, размен нормальный. MP, Dragonlance, Диффуза. Дальше, наверное, Манта Стайл. Будет собирать лишним вес не будет. Хотя мы уже нормально все с демиджем. Почти две сотни. Я вообще сейчас не понял, зачем они вдвоем ворвались. Ладно, окей. Ну, Матумба, если его там еще цепляли через все, то зачем Майнкард? Ладно, двоих забрал. Окей, хорошо. Все, забыли. Ликвид играет слишком расслабленно, на самом деле. Это видно. То есть, ну, забрали мы в сторону. Ну, окей. Можно пойти где-то там по одному. Может, чувствуют то, что они намного сильнее в лейте. Скорее всего, так и есть. Они сильнее, и им тут вряд ли что-либо сделают в далеком лейте. Вот сейчас MP умирает. Да, классно. Очень быстро его смели. Джаш еще Старшторм украл. Там Рошан, если что, стоит. Фэбби. А почему-то здесь остался. А что, что Фэбби? Тяж увидит, убьют. Фрэб прыгает на Матумба. Матумба пытается зафокусить. В ультимейте, если на Матумбу не зафокусишь, слишком жирный. Киоу, забегает на саппорта. Так, Куру. Куру надо как-то пожить. Куру. Закрыли его со всех сторон. Куру проседает очень сильно. Куру погибает от иллюзий. Хотя, хотя Куру еще живет. Куру заслипал сам себя. И его бить не могут. Уходит отсюда Куру. Киоу дальше догоняет этого Куру. И получает финсгрип. Великолепная игра от Бэйна. Великолепная игра от Куру. В итоге только один герой команды Ликвид погибает. Ну, Дубу сделает здесь тэп-аут. Его не видно. А Роу полетает в майн-контрол. А можно Джекернаут именно на секунду? Я вот видел то, что длительное время Белли Матумба... А, нет. Поставил он все-таки где-то Хилингвард. Все нормально. Я просто не заметил, как он его потерял где-то в файте. Вот и первый Рошан. 25 минут, если он не подходил пока к Рошану. Хотя, на самом деле, мы видим, что 25-ая минута, а уже там 18-й левела и так далее. Очень много экшена в игре. Невероятно много экшена. 22-20 за 25 минут игры. По 2 фрага в минуту приблизительно. Классная дота. Вообще играют Ликвид с корейцами, так что чего удивительного. Ну да, да. И одна и вторая команда известна. И команды, которые любят драться и не особо любить или прям вот дико фармить. За это их и любят, что они дерутся просто, как львы-львины нон-стоп. Есть Шрайн. Рубик сейчас получит 15-й уровень. Дубу... На хайграунде обосновался вместе с Форевом. Ждут кого-то пуша. Юл появляется у Феби. И Феби пошел искать. Кьон с Тараской. Тараска травела диффуза. Все, что пока у него имеется, не так плохо. Да, очень даже хорошо. Вот просто мы видели в последней драке, что он не смог справиться с Бэйном. Который и спит, и ест, и не дает, и душит вообще просто. Бэйн, клятый Бэйн. Душит этот Бэйн вообще. 7000 преимущества на данный момент у команды Ликвид. Шрайн разбивает Матумба в соло. Просто откуда-то из соседней карты он разбивает этот Шрайн. Ну вот, нормально. Тут дефет не будет? Просто отдают. Ну там и Егис. Ну там, нападает так себе. Это ксенчик. 75 маны стоит, слышно. Ну это для 18-го Ломатумба это очень много. 75 маны. Прям ух. Потом хоп, где-то и не хватит. Да, возможно. Ну ладно, заход на хайграунд, судя по всему, будет. 8000 преимущества. Не так много, как хотелось бы, наверное, Миракл. Да, нормально. Миракл клипсанули подальше. А, нет, говорит Миракл. Не хочу. Теперь можно отойти. Фортификейшн потрачен. Ненадолго. Их раз пачка крипов. Матумба с огромной рейнджи продолжает наплевывать. Не миссует. Так, на Миракла. Закрыли. Миракл. Миракл умрет. Миракл умрет. Первый раз, да. Смотрим, что дальше. Кью-оу ворвался в драку. Матумба наплевывает по Кью-оу. Миракл появляется. Ну и сейчас работа майн-контролла. Цепляет людей. Цепляет Кью-оу. Цепляет Кью-оу. Надо какое-то продолжение. Хотя, на самом деле, можно и позвонить соперника и побить здание. Это тоже неплохо. Включился бэкдор протекшн. Миракл. Миракл проседает. Миракл сейчас просто умрет. А Миракл погибает. Не смогли засейвить. Кью-оу. Кью-оу. Куроки наваливают по Кью-оу. Кью-оу. Здесь никуда, наверное, не уйдет. Сейчас Кью-оу. Он делает байбэк. Ничего не вышло. Но в итоге байбэк мы видим от Фантом Лансера. Глим скоро назад. Кура тоже, скорее всего, погибнет. Ну, не забрали в сторону. Даже с учетом Айегиса у Team Liquid. Да, они развели на байбэк. Лансер потратил очень много денег. Ну, это важнее, по-моему. Т3 убили. Барак почти-почти рейнджевой добитый. То есть его там добрать не проблема будет. Очень много дамочек, конечно, у Мираны. Старштормы эти всю игру залетали. Всю драку просить залетали. По всем. Ой, майн-контрол. Вот тут толку-толку от Фейби скрываться. Никакого нет. Как только он нападет, уникальна будет контратака. Вот так вот. Тут же форев. Майн-контрола закрыли. Есть помощь. Стрела. Майн-контрол погибает. Слушай, быстро подтянулись. Можно развести на байбэк. Если по мидлу сейчас сильно продавить. Или по ботому. Ну, по ботому придется Т1 еще ронять. За минуту. До хайграунда точно не доберутся. Хороший фраг на самом деле был сделан сейчас. Не ожидал вообще никак там майн-контрол, что придут к нему вот сейчас. Кажись, только что мы их давили под Т3, забирали им бараки, а они вот меня в моем лесу находят на энчнах. Пытаются поубивать. Падает спокойно здание. Есть еще глиф. Не смогут ничего более путнего с этого фрага на майн-контроле выбить. Т2. Морталс, да, Т2, Т1, Т2, этого достаточно. Проблема в том, что Миракл там уже до бараков допушит твою линию и придется лететь. Да, отступают. Это сейчас много времени тратит. Можно было в вышку побить. Миракл с батарема. Все эти секундочки. Да, батар сейчас подняли. Теперь он не выключает эвейджин. Когда он на него клацаешь. Сильно поможет в фейте. На самом деле, да. Передвигаешься лучше. Нет никаких проблем. Нет этого морального выбора. Быстрее или живее быть. Ну да. Да нет, раньше его вообще редко нажимали. Только где-то в безопасном. На фарме. В месте там, я не знаю, когда ты... Надо перебежать. Длительную дистанцию какую-то, либо на отступлении. А сейчас файти клацнул. Мув спитапнул. Матумба. Фебе. Форево. Видят, но зацепить никак не выйдет. Джейдж. Ну Джейдж мог бы прыгнуть, но это... В одну сторону было бы. Лучше вот так вот забрать Т2. Последняя Т2 вышка упала. Прыгает на Миракла. Фореви. Синвистом Тибримнем закрыл. Очень хорошо. Абсолютно всех. Дубл. Будет ли продолжение? Кура умрет сейчас до драки. Да, так и есть. Матумба менедж сильно проселяет. Миракл на хайграунде. Стоит Миракл стоит на хайграунде. Это огромная проблема. Вынужден делать типо-аут отсюда. Миракла не будет. Драки. Форево проселяет очень сильно. Матумба остается один против всех. Матумба расстреляли. Джаш ничего не может сделать. Драка проиграна на данный момент. Но на данный момент это ничего не значит еще. Потому что Миракл сейчас сюда вернется. Тут Майнконтрол пытается убить Дубу. Майнконтрол. Не хватит одного удара. Прыгает Майнконтрол. Перепрыгает Форево. Майнконтрол. Ну тут уже не разманси. Да, погибает он. Придет сюда все-таки кто-то? Не, я думаю, что уже не пойдет. А как он оказался на хайграунде? Не знаю. Да, туда закинул. Он нажал умни слэш. Либо кто-то туда блинкнулся, либо форстафнулся, что у него последний прыжок там был. Скорее всего так оно и получилось. То есть мне интересно, какой герой его туда закинул. Потому что если это просто закончился умни слэш. Может его кто-то зафорстафил туда. Не, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Странно. Это очень странный, короче, получился мул. Ну ладно, где-то в повторе может быть видно это. Сейчас сложно сказать, как это произошло. Да, конечно, этот хайграунд он очень сильно зарешал. GH бежать отсюда. Ой, снизу Миракл. Атакует на Миракла. GH рядом, но у него мало маны. Проблема у Миракла. У Миракла тоже мало маны. Феби. Миракл. Есть форстафа GH. Подкоп. Миракл. Бежать. Феби стопит его. Миракл раскрутился. GH можно забрать Феби. Можно было забрать Феби. Миракл бежать дальше. Фореф не попал станом. Миракл бежать дальше. Фореф не попал станом. Попал станом Фьюри. И в итоге GH здесь погибнет. Скорее всего, да, стрела от MP. Минус GH. Но он спас своего Кура. Да, действительно, Миракл засейвил. Миракл спасибо, говорит, ребят, все. Но я все равно с вами в драку не пойду. Я опять буду на хайграунде. Здорово. Кура. Кура. Вот тут Кура. Смертью храбрых погибает. Либо, скажем так. Еще я решил забройнцапиться в Карапас. И плохо это закончилось для него. Да. Слушай, отыгрываются. Молодцы, молодцы. С 10 тысяч, мы видим, сократили уже до 4-х этот самый отрыв. Ли ребята из команды Immortals. Несмотря на то, что у них две линии очень сильно распушены. Казалось бы, бараки на топе чуть не поумирали. Снизу уже давным-давно бараки упали. Но дерутся как львы. Кланцер продолжает набирать с иллюзиями. Не так просто тягаться. Но и статик шторм всегда очень крутой. А Дубу всегда закрывает кого-то Кура. Потом Филдом там не дает добраться. Что Дубу пока отыгрывает. Очень-очень круто. Готовы ворваться. Стампид откатился. Скоро откатится и Moonlight. Фэби 17 уровень. А Ганим будет собирать Дезраптор. Но это правильное решение. Да. Это вообще must have здесь. И так его ультимейты сейчас это единственное, что позволяет команде Immortals по факту держаться в игре. Позданно так работает на здание. Теперь у Вайпера. Вот нам повтор показывает. Смотрим, что произошло. Вот он, Miracle, бежит. Очень интересно. Miracle бежит, бежит. Пошел он мне слэш. Пошел он мне слэш. Он закончил слэш на иллюзии Phantom Lancer. На иллюзии Phantom Lancer. Который оказался в игре. Это настолько зарешал этот файт. Это просто жесть. Это может игру сейчас решить? Это может решить игру. Да, так и есть. Просто появились от Доппельганга иллюзии на возвышенности. Это какая-то жесть. Какая вероятность, что такое может произойти. Да, на самом деле тут нечего добавить. Ни у кого не было какого-то форстафа, чтобы засейвить его, чтобы столкнуть оттуда. Ну и в итоге драка была проиграна. И с этого начался, по сути, переворот. Довольно серьезный переворот. И у Liquid появились довольно серьезные проблемы в этой игре. Блин, это сколько надо... Ты понимаешь, что именно последний... Последний прыжок, да. Последний прыжок не в кучу героев, которые стоят на лоу-граунде, а именно... Ничего, ничего. Мироглз сейчас психанет на 25-м, добавит себе пять прыжков в этот... И будет заканчивать опять-таки игру. И будет заканчивать вообще на соседней карте. Так, есть смок. Immortals. Рошанчика пока нет. Нужно кого-то зацепить. Матумбу видят. Прожимается Moonlight. Джаш заспалил. Джаш... Не-не-не, не видно. Проследка все увидели. Джаш прыгает. Ультимейт в никуда. Ультимейт абсолютно в никуда. Это проблема. Уходит отсюда Liquid. Джаш поймал стрелу. Наверное, с ним надо попрощаться. Фэби 2 живой. Дубу забирают. Джаш только сейчас погибает. В Куру пошел дэмэдж. Забрали тем временем Мирану. Куру пытается что-то сделать, но Бритс отнулся опять не туда, куда надо. В Карапейс. Ну и не поймали Киоу. Знает, где настоящий. Погоня пошла за ним. Вот кирпич залетает в Киоу. Киоу встанет. Миракл здесь же. Миракл очень больно делает. Так, минус. Даблкил Миракл. И как раз появляется Рошан. Фэби здесь жив? У него даже есть... Нет, через атаку. Через атаку. Там есть байбэк. У Миракл дабл дэмэдж. Надо бежать через атаку, сносить мид и заканчивать эту игру. Плевать на Рошана, и на то, что он есть или его нет. Есть байбэк от Патмы. Миракл начинает подгрызать. Пошел фортификейшн. Но это никак не должно помешать. Фьюри нажимается. Стрела за эвэйжена. Фареф готов вроде как ворваться. И нужно ворваться сейчас, наверное. Не-не-не-не. Но без Фантом Ланцера это бессмысленно. Хотя... Ну а что-то делать же надо. Потому что попадают сейчас все оставшиеся бараки. На нижнюю линию надо перемещаться очень быстро. Дэмэджа, конечно, у Миракл огромное количество. На топ. На топ милишные бараки забрать. Да, там Фэби подкопал. Есть байбэк от Фантом Ланцера. Накопились деньги. Все нормально. Будет ли ультимейт от Дубу? Нет ультимейта у Дубу. У него просто нет ультимейта. Еще кулдаун не прошел. Миракл едва живой. Миракл. Миракл все еще живой. Миракл уходит. Миракл. Майн контрол. Поставить Хеллингвард. Поставить Хеллингвард. Гринс назад. И его убьют. Подожди. Статик Шторм. Он выбрался. У него все еще есть Блэк Кинг Барда. Он его не нажимает. И Миракл здесь тоже погибает. Форстаф еще один. Миракл. Слип. Он все еще живет. Миракл. Урна. И он уходит отсюда Фэби. Если только подкопом. У него пойдет. Уже Хеллингвард подъезжает сюда. И у Фэби не хватит дэмэджа, чтобы убить БКБ. И на развороте убивает Фэби. Что происходит, дорогие друзья? Это Куроки. Это Куроки, который его засейвил этим самым Слипом. Миракл пытается еще уйти. У него закончится БКБ. Он раскручивается дальше. Хьёва его не видит. Ай-яй-яй-яй. Миракл. Он выживает здесь. Это просто какая-то жесть. Закура до сих пор гоняет. У него нет маны. Он, конечно, умрет здесь. Фантастическая жизнь, конечно, Миракла здесь прошла. Многие вот в этот момент, который происходил с Мираклом, просто уберут руки от клавиатуры. Ну, всё, клейксанули назад. Там, что там. Выбраться. Ты помнишь? Один раз у него было уже суперлоу ХП, но он успел нажать, а мне слэш. И выиграл Интернешнл после этого. Может быть, это еще раз станет ярким примером для всех команд. Никогда не бросайте играть до последней миллисекунды. Потому что всегда у вас есть имейты. Всегда есть кто-то, кто подсейдит. Всегда есть какие-то стики. И еще какие-то чудеса. Во время этого спича всегда есть тиммейты. И многие скажут, да именно поэтому я зачитываю клавиатуру и бросаю, когда меня начинают убивать. У Бейна появился новый артефакт. Поздравляем Куру. А, это Грейджиный Урна. Спирит Вессель. Хорошо. Фареф. Так, ну что, битва за Рошана, скорее всего, будет? Ну, дождусь сейчас появление Рубика. Рубик уже здесь. Юл очень нагло играет. Ой, Фэби, Фэби далеко на Майн-Контрола. Есть Юл. Майн-Контрол будет вынужден сейчас ультовать. Майн-Контрол успеет ли? Майн-Контрол. Майн-Контрол есть форстап. Все нормально. Майн-Контрол ультует. Ну и теперь бежать, ребята. Теперь бежать Immortals. Дубу уже погиб. Он кастовался в ультимет. Майн-Контрол вгрызлись в Кио. Поднимает его Джиаш. Ну и Кио тут, конечно, без шансов. Просто без шансов. Нейротоксин там лежал. Кура здесь пытается, как лев, жить. Еще и цепанул импи на секундочку, но ненадолго этому хватило. Фарефа расстреливает Матумба Мэн. Опять-таки под нейротоксином Фареф проседает. Тоже погибает. Тут поймали еще и Мирану. Джиаш сейчас зателекинезит этого парня. Good game. Well played. Да, 1-0. Liquid таки выигрывает эту бешеную игру. 68 фрагов было сделано за 38 минут. Красивая дота на самом деле была. Веселая, задорная дота. Много классных хайп.